Виноват, не виноват. Но если человек будет в своем доме, его можно отстранить, чтобы он не продолжал дальше свою деятельность? Как понять? У вас нет права на него? Вы боитесь его? Или вы с ним делите эти деньги? Почему так происходит? Человек приходит с охраной. Главврач, я себе не могу позволить, я вроде бы не бедный, иметь с собой два охранителя. Четыре тысячи в день надо платить за это. Человек там, говорят, вилла где-то в Барселоне, двухуровневая квартира в Запорожье. Говорят, что там нашли какие-то документы, где написано, кому отдавались 10%. Там в фамилии есть людей, которые сидят тут сейчас, понимаете? И вы, к сожалению, являетесь его адвокатом. Потому что я был в генпрокуратуре, когда мне сказали, кто-то, чтобы Бриль приезжал и просил за него, чтобы его там... Я отвечаю за свои слова. Вот я при прессе говорю, что вы являетесь его адвокатом. Понимаете, по-моему, что мне сказали, что приезжал губернатор в Запорожье области, это же вы пока, так? Ваше представление, наверное, очень хочется. Не, ну так это так и будет. Потому что идете к этому усиленными темпами, понимаете? Давайте я вам отвечу на этот вопрос, что вы прекрасно понимали. Рассказываю. Давайте начнем с коронавы. С того момента, когда я приехал сюда, в Запорожье область, с чего я начал свои первые шаги... А меня интересует вопрос только по Шишке. А я начинаю... Меня по Шишке. Это все красиво. Давай чей-нибудь все. Меня интересует по Шишке. Почему он на работе? Давайте не перебивай на руку. Нет, почему Шишка на работе? Я это только хочу услышать. Подадите мне сказать. Ну так зачем это сказать так? Подадите мне сказать. Я начал вопрос с медицины. Ни для кого не секрет, что на лифтной поле корруппированная система в Запорожской области находится в системе медицины. И на сегодняшний день эти корруппированные круги представляют целыми семейными кланами. Какую не возьмись в медицинское учреждение, везде у нас было на приеме граждан, везде были жалобы. Я нет пока. Человеку сказать, что он минует, он может только решением суда на основании уголовного производства. Это раз. Если мы живем в правовом государстве. Во-вторых. Я был генеральным прокуратурой только для того, чтобы это дело расследовалось объективно. Объективно. Потому что вы имеете право влиять на расследование дела или что? Я просил. Потому что это дело... Это дело... Я не имею права выявить. Это дело... Можно я быстро скажу до конца? Это дело настолько приобрело социальный, скажем так, взрыв Запорожья. На который надо людям ответить объективную информацию. А не заказушный, который один клан проявит с другими. Я попросил, чтобы это дело расследовали объективно. Мало того... Они сказали, хорошо, Валерий Иванович, мы будем расследовать его. Можно я скажу до конца? Мы же не верховным советом. Так вы приедете. Не, не, не. Как можете приехать губернатор и просить следователя расследовать объективное дело? Я не следователя просил. Я просил, чтобы объективно расследовать. Потому что прокуратура Запорожской области, по моей информации, не объективно это расследует. Я же не говорил прекращать это дело. Объективно расследовать. Ответом на данный вопрос будет решение суда и по материалу уголовного дела. И я очень доволен тем, что это дело сегодня передано в НАГУ. Я думаю, НАГУ это некоррупционная структура и она даст все ответы. Если Шишка виноват, то он будет притянут и до их поведаемости. Почему он сидит на рабочем месте? Скажите. Да, правильно. А он убежал в Киев на две недели при апостоле. Мы поехали все за ним. Я готов ответить за свое каждое слово. Константин Ваш, знаете что? Вот так как начинал, начинал Анисимов в Запорожье. Понимаете? Его первое требование было убрать прокурора. Какой бы там Шацкий ни был, что бы там ни делал, ему масса вопросов. Но Вам нужен свой прокурор. Понимаете? Мы же это же понимаем. Который бы закрывал глаза на это все. Вот Вы, я Вам говорю пока, потому что я чувствую. Вот так начинали люди возглавлять коррупцию в Запорожье. И Вы, к сожалению, это делаете. Вы, как губернатор, что должны были сделать? Шишки поднять вопрос, обостранили его должности. Коллектив там, двухтысячный коллектив. Они просто в шоке. Понимаете? Мы же когда знаем, что кроме всего еще и оперативная информация. Правильно? Вы знаете, это дело лучше меня. Вы это знаете лучше меня. Я Вам говорю. Потому что там должно быть в оперативке. Правильно? Вот. Вы знаете, как это делалось? Куда ушло 9 миллионов? На Швейцарию. Куда пошли другие деньги? Кто в этом виноват? И почему он работает? Вы сказали, вызвайте, как Игорь. Давай посидите дома пока. Пускай расследуют. Не дразните людей. Не поднимайте это все. Это дело следователя, не губернатора. Так он же говорит. А Вы на сегодняшний день можете ответить в процессе следствия виноват он или нет? Я нет. А Вы наверное можете. А я могу. Потому что я был на фирме, где купили этот аналог. Понимаете? Я лично. За свои деньги съездил. И я знаю. Ему цена 300 тысяч евро. Предоставьте эти материалы. Предоставьте эти материалы. Предоставьте. Я верю. Ума. Потому что каждая вещь, которая стоит 26 миллионов, имеет серийный номер. Понимаете? И поэтому серийный номер. Фирма-производитель четко дает информацию. Когда, за сколько и когда его купили. Валерий Викторович, есть материалы экспертизы, в которых было поставлено два вопроса. Первый. Ответить на вопрос. Вот произведение этого прибора. По номеру серийный. И цена. И вы знаете, что первая экспертиза, что вторая. Но это производил экспертизу не какая-то Шарашкина контора, а государственный орган. И мало того, который подчинен министерству юстиции. И мы туда никак не могли повлиять. Я верю документам, а не слухам. У нас в Запорожье очень много слухов. И очень много склей. Давайте, если мы живем в правом государстве, отвечать на вопросы с правовой точки зрения. Валерий Викторович Неведусский